Причист Аллах Это наводит на вопрос, вы плачете как переживающий человек или как самовлюбленный? Вы плачете как поклоняющийся или же как дьявол? Пророк Плакал гораздо сильнее над причиненным злом в отношении других, чем злом причиненным в отношении себя. Пророк Плакал о спасении тех же людей, которые заставили его страдать в этой жизни. Таков наш Пророк. Пророк Плакал о спасении тех же людей. Задумайтесь об этом. И это не тот вопрос, на который вы можете ответить мне. Это то, что между вами и Аллахом. А если кто-то скажет, ну я вообще не плачу, тогда смягчите свое сердце двумя вещами. Это противоположность тому, что приносит Иблис. И это чтение Корана и высказывание Пророка А.С. помогать сиротами поддерживать людей, которые страдают. Поминание Аллаха. Поминание Аллаха в момент уединения, когда вы плачете во время поминания Аллаха и чтения величайшего напоминания, которым является Коран. Когда вы плачете больше за других, чем за себя. Будь то это уйгуры или же наши братья и сестры в Палестине. Где бы то ни было. Вы плачете и этим, по сути, возносите свои мольбы за людей. Смягчайте свои сердца. Причисто Аллах. Неужели наши сердца настолько черствы, что мы можем плакать, просматривая фильмы с вымышленными персонажами, но при этом не можем плакать, видя реальную жизнь наших братьев и сестер, полную страданий? Это проблема. Смягчайте свои сердца чтением Корана. Почаще уединяйтесь. Не переворачивайте все вверх на голову. Нет. И плачьте, как Пророк А.С, а не как дьявол. Не будьте тем, кто горюет только, когда теряет что-то сам. Имейте переживающее сердце из-за других. И пусть это усилит ваш тауат, вашу духовность и ваше поклонение. Да наделит нас Аллах такими сердцами и такими глазами и такими мольбами. Мы ищем убежище у Аллаха от глаз, которые не проливают слез, от сердец, которые очерствели, и от мольб, на которые нет ответа. Субтитры создавал DimaTorzok